Можно корректировать? Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Иванов Сергей. Я являюсь инженером по тестированию программного обеспечения в компании Basalt SPO в городе Упнинс. В данном докладе я расскажу об интеграции фреймворка OpenKey с системой виртуализации Proxmox Virtual Environment. В отделе тестирования Basalt SPO уже разработана инфраструктура для тестирования сборочных заданий, о которой было подробно рассказано на конференции в прошлом году. В верхней части схемы изображен запуск автотестов, которые выполняются на Proxmox VE. Основным недостатком данных тестов является то, что оно не способно тестировать графические приложения, поэтому автоматизировать тестирование можно лишь тех пакетов, которые можно проверить через терминал. Данный недостаток решается использованием такого инструмента, как OpenQA. OpenQA — это открытый тестовый фреймворк, который позволяет в полностью автоматическом режиме проверять различные компоненты операционной системы. Данный фреймворк запускает, тестируемый образ на виртуальной машине, эмулирует нажатие клавиши движения мыши, а также сравнивает полученные скриншоты с помощью OpenCV с эталонными образцами. Это открытая разработка OpenSUSE, которая активно используется в Fedora, самим OpenSUSE и нами. Данный фреймворк уже активно используется в отделе тестирования для тестирования дистрибутивов. Про это также было рассказано в прошлом году. И также OpenQA используется при тестировании сборочных заданий, которые содержат в себе пакеты, которые относятся к инсталлятору системы. OpenQA состоит из двух основных частей. Это OpenQA VPUI, в котором находится база данных, планировщик задач, веб-приложение, с которым взаимодействует пользователь, а также OpenQA Worker, на котором фактически выполняются тесты, написанные на Perl или Python. Воркеров может быть неограниченное количество, они могут располагаться физически на одном или нескольких серверах в зависимости от требуемой архитектуры. OpenQA Worker может запускать виртуальные машины в различных средах виртуализации, KEMO, LipWirt, Hyper-V, либо уже с помощью бэкэнда GeneralHV подключаться к уже созданной виртуальной машине. Все наши тесты были написаны с использованием бэкэнда KEMO, однако в процессе написания и использования тестов с использованием этого бэкэнда мы получили несколько проблем. Первое, поскольку каждая виртуальная машина имеет свой системный характеристик, объем оперативной памяти, объем жесткого диска, то в OpenQA Worker требуется отдельный высокопроизводительный сервер. Следующая проблема — это то, что в OpenQA пока что ограниченный функционал менеджмента виртуальных машин. В случае, если тест падает по какой-то причине, то OpenQA эту виртуальную машину, на которую упал тест, удаляет. Можно сохранять какие-то заранее определенные логи, однако сама виртуальная машина будет удалена. Поэтому для воспроизведения этой ошибки или для того, чтобы исправить появившуюся проблему, приходится заново разворачивать эту виртуальную машину вручную. И также третья проблема — это сложности при настройке сети в мультимашинных тестах. Это тех тестах, где используются две и более машины. Для того, чтобы виртуальные машины видели друг друга в сети, OpenQA их помещает в один влан, который с помощью OpenSWitch взаимодействует с внешней сетью. Однако виртуальные машины в этом влане не получают IP-адреса с внешнего DHCP-сервера. Поэтому для того, чтобы сеть внутри влана была настроена, нужно либо добавлять третью машину, которая будет выполнять роль DHCP-сервера, либо настраивать статические IP-адреса. Эти проблемы можно обойти, использовав backend GeneralHV, который создает на порядок меньшую нагрузку на OpenQA Worker, так как он подключается к уже созданной виртуальной реальной машине и только отправляет и обрабатывает команды. Однако он не осуществляет их менеджмент, такой как настройку до удаления создания. Поэтому одной из частей данной интеграции было создание оснастки, которая позволяла бы это делать. Соответственно, на схеме справа изображена схема взаимодействия Worker с тестируемой системой, которая, в общем, сводится к подключению к тестируемой машине по VNC, эмуляцию нажатия клавиш и движению мыши, сравнивание полученных скриншотов с помощью OpenCV и подключение по сериал-консоли или SSH для выполнения каких-либо команд в консоли. Общая схема данной интеграции выглядит так. Мы получаем IMQP-сообщение от сборочницы, которые содержат в себе номер сборочного задания. Далее по этому номеру сборочного задания мы делаем заброс к базе данных ClickHouse. В результате этого запроса мы выполняем создание настройку ритальных машин. Далее осуществляем запуск OpenQA тестов, которые уже будут взаимодействовать с созданной машиной на Proxmox VE через backend GeneralHV. Сами скрипты интеграции состоят из двух частей. Первый скрипт запускается и слушает очередь QA task list, в который приходит IMQP-сообщение с номером сборочного задания. Далее по этому номеру сборочного задания выполняется заброс к базе данных. В результате данного запроса мы получаем таблицу, содержащую название репозитория, название тестов, название бинарных пакетов и название список темплейтов виртуальных машин, которые будут развернуты и на которых будут запущены тесты. Получившиеся результаты запроса к базе данных отправляются в очередь к ее автотест-лист отдельными IMQP-сообщениями по каждой строчке. Для примера я привел два сообщения, в котором содержат номер сборочного задания, номер бинарного пакета, номер список тестов, которые нужно запустить, и список номера платформы. Номер платформы — это номер, шаблон виртуальной машины. На ProxMix.we существует возможность создания шаблонов машин. Это уже созданные и настроенные виртуальные машины, которые в дальнейшем можно клонировать. На нашем ProxMix.we существует множество уже готовых шаблонов виртуальных машин, разных репозиториев, разных архитектур и разных версий. Собственно, второй скрипт слушает очередь к ее автотест-лист, и на каждое пришедшее МКП сообщение выполняет определенные действия. Первое — это он создает виртуальную машину из темплейта на ProxMix.we, после чего выполняет ее настройку. Помимо настройки доступа, настройки описания, выполняется также и настройка VNC сервера. Так уже выглядят готовые склонированные виртуальные машины на ProxMix.we, к которым будут подключаться OpenCure тесты. Для примера я привел запуск одного OpenCure теста в параметры, которым мы передаем название дистрибутива, его версию, архитектуру, номер сборочного задания, номер теста, название теста и также различные параметры VNC подключения. В процессе данной интеграции нам было обнаружено несколько проблем. Первое — это настройка VNC подключения. Для того, чтобы тесты написаны на одном бэкэнде, работали на тестах с другим бэкэндом, требуется, чтобы все скриншоты были одинаковые, одинаково выглядели. Изначально мы все скриншоты делали на кему бэкэнде, но после того, как мы по VNC начали подключаться с помощью OpenCure к виртуальной машине на ProxMix.we, мы обнаружили, что изображение, которое передается, оно не соответствует ожидаемому, не такое, какое оно передается в бэкэнде кему. Поэтому нам пришлось подбирать настройки VNC подключения для того, чтобы передаваемое изображение совпадало. В процессе настройки параметров нами было обнаружено, что некоторые параметры VNC подключения в OpenQA были заданы статически, например, глубина цвета. Поэтому нам пришлось патчить OpenQA для того, чтобы эти параметры можно было передавать при запуске. Собственно, эти изменения уже были приняты в основную ветку разработки. Следующая проблема это настройка сериал-консоли. В OpenQA помимо сравнивания скриншотов существует возможность работы с виртуальной машиной через консоль. В бэкэнде кему это осуществлялось с помощью кемовской консоли. Однако в бэкэнде General HV мы потеряли прямой доступ к виртуалке, только доступ по сети. Поэтому нам пришлось создавать сериал-консоль через SSH. И третья проблема это поведение курсора мыши. Для того, чтобы полученные скриншоты были чистыми, перед созданием скриншота курсор мыши уходит за край экрана. Если не присутствует на нем. Однако в бэкэнде General HV курсор мыши не уходит, а остается у края экрана, что может привести к такой ситуации, что скриншоты не совпадут стопроцентно, потому что на них присутствует этот курсор мыши. Преимущество, которое мы получили, использовав связку Proxmux.we с OpenQA, это увеличение общей скорости прохождения тестов, поскольку мы теперь используем темплейты виртуальных машин. Скорость работы сети встала разы больше, поскольку основная часть инфраструктуры при тестировании сборочных заданий находится на этом же Proxmux.we, возможность сохранения виртуальных машин с непрошедшими тестами и более простой конфигурирование виртуальных машин, поскольку после клонирования виртуальных машин уже настроена сеть, потому что на самом Proxmux.we уже настроена эта сеть. Дальнейшее развитие данной интеграции это связывание OpenQA с тест-линком для того, чтобы отправлять логи и результаты тестов для закрытия прогонов. И также с помощью Backend General HV мы сможем подключаться к реальным машинам, чтобы какие-то тесты уже выполнять на реальных машинах. У меня на этом все, спасибо. Вообще, я люблю такие доклады, когда удивительно рассказывают про визуальную тему. Это, собственно, OpenQA, но не понял, это тестирование графического интерфейса в основном. И нет ни одной картинки. То есть это прям как порнографию в виде подкаста, слушаешь, что это классно. Нет, нет, картинка была. Была архитектурная. Нет, вот сейчас. Одна где-то затягнула. Спасибо за внимание. Вот. Влад. Да, то есть мне хотелось понять вообще, а что вы тестируете? Потому что на самом деле проблема с любым этим самым тестированием UI это в том, что тесты получаются очень хрупкие. И то есть сначала набрасывают, а потом все поменялось, все забросили, тесты старые, все такое. То есть вы, наверное, кроме инсталлятора ничего не тестируете, как и все? Не, 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 тестируем. А что именно? Ну, сейчас, например, автоматизируем проверку самбы. Проверку самбы с помощью? OpenQA. А, ну, тогда команда. Ну, и так же, собственно, в перспективе тестирования всех сборочных заданий, тех, которых мы… Нет, а графические тесты, где у вас курсор мыши как раз вас обижает. Ну, например… Что мы тестировали? Начинал к Михаилу, руководитель отдела тестирования. Последнее, что было сделано, это такие приложения, как NextCloud, RabbitMQ, PHP. PHP визуальный, да, был? Что там тестируется визуально? Ну, именно настройка многих модулей, которые нужно проверять в том или ином виде, есть некоторая визуальная часть. В модуле PHP есть только то, что можно настраивать визуально? Глазно. Одно из последнего, что сейчас делается, это тестирование текстовоместимости, а именно Dr.Web. Поскольку в Dr.Web много приложений, то вот именно ГУИшная часть будем тестировать через непосредственно OpenQ. Хорошо. А, еще один вопрос. А зачем вообще в тест-линк все засовывать? Вообще, тест-линк, он создан для того, ужасная как система, это именно, чтобы ручных тестеров туда загонять, и они там кнопочки нажимали то, что они там проделали. Уныло. Но зачем туда еще роботов пускать? Может просто отчет, может сгенерить, что он прохладил, и что не прохладил. Ну, в тест-линке находятся тест-кейсы, по которым эти тесты выполняются. Ну, это для людей создано, для ручного тестирования. А у вас робот, который может просто отчет сделать, ему там, не знаю, тест-линипшительная, ямно, что он не гоняет его. Он будет не верить роботам. Ну, допустим, на какой-то тест, который пройдет в OpenQ. Он потом поставит автоматически, что этот тест прошел. Ну, просто у меня ощущение, что вместо того, чтобы делать сборочную линию этих рук Кука, делают вот этих роботов, в смысле, Рур, Чапика, которые бегают, андроиды. Ну, ладно. Окей. А кто вы хотели? Можно я сначала. Да, конечно. Да, здравствуйте. Павел Волневекин, ваш коллега из Мазальтиспо. Вот меня тоже, может быть, я прослушал, сейчас была полемика вот по поводу тестирования графики. У меня, в принципе, такой же вопрос. Вот вы сказали, что не будет стопроцентного совпадения скриншотов. Ну, смотря как создавать скриншотов. И это единственный способ тестирования на сегодняшний день? Именно они должны совпасть на 100%? Нет, можно выставлять процент совпадения, если требуется. То есть, я немножко конкретизирую, до этого вы сказали, что используется OpenCV, то есть, его возможности машинного зрения, насколько они используются? Насколько гибко можно настроить это? Можно выбирать область совпадения, выбирать область, которую не проверять при совпадении. Также можно выставить процент совпадения скриншотов. То есть, там достаточно гибко. Не обязательно весь экран выделять из раундов. Можно какие-то отдельные части. Собственно, так у нас… То есть, он может, например, найти какой-то известный элемент, который известно, как выглядит, да? И убедиться, что он есть на экране. Причем он даже не обязательно в этом положении должен находиться. То есть, допустим, выделили искать в левом верхнем углу, он может быть внизу. Ну, то есть, тогда, в принципе, вроде как бы курсор мыши не очень сильно мешает. Ну, в 95% да. Понятно. Спасибо. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы анализируете скриншоты? То есть, вы анализируете поведение пользовательского интерфейса, скажем так, проверяемого приложения? Или, то есть, если это, допустим, что-то консольное, может проще логи собрать и их проверить? через какой-нибудь… OpenQA может так же и в консоль работать спокойно. Просто сравнение скриншотов, по-моему, вообще дело не очень-то благодарное. Вот. Ну, такая вот у меня мысль. Нет, опять же, мы не сравниваем каждый раз полностью окно. Мы можем выделить какую-то область, после чего именно эту область сравниваем. Для этого вам точно нужно понимать, что на каждый момент запуска окно открылось ровно в том же месте, где… Нет, нет, опять же, искомая область может не находиться там, вот где мы задали искать. Отвечают друзья. Смотрите, если вопрос в том, что мы будем тестировать только приложения, которые консольные, то OpenQA позволяет переходить именно в консоль без графики вообще и точно так же брать логи любые, сравнивать, проверять без какой-либо графики. То есть, это общий фреймворк, который позволяет тестировать как консоль, так плюс график. Спасибо за доклад. Меня зовут Александр. Вопрос такой, а можно ли тестировать доступные приложения, например, Java, различные Swing, там, RCP и прочее. И второй вопрос, как это заворачивать ICD? Спасибо. Мы Java еще не тестировали, не проверяли, то есть не могу сказать, можно или нет. Но если как бы в графике это можно сделать и в консоль, то есть эмулировать действия обычного пользователя, то думаю можно. Спасибо. Евгений, замри. А окошко для водокопчи, смотри? Спасибо за доклад. Евгений, замри, инферит. Такой вопрос, вот вы, получается, вместо сериал-консоли теперь используете SSH Backend, да? Нет, смотря какой Backend. Для запуска, скажем так, консольной функциональности. Но он, по-моему, в OpenKey также используется для, скажем так, снятия снимков момента загрузки виртуалки. То есть вопрос такой, ваша конфигурация, если виртуалка закрашилась в момент загрузки, стектора из ядра, а будет ли у вас эта картинка в списке, так сказать, скриншотов, в тесте или не будет? Ну, если мы не создадим скриншот, он не будет. Но у нас, например, первое, что здесь на картинке даже можно отображено, первое, что проверяем, это то, что загружается grab. А, ну, потому что, ну, это четыре шага инсталлятора. То есть вот мы проверяем, что виртуальная машина загрузилась, далее, что она, ну, открылся первый шаг установки, второй шаг установки, почему? Это два разных скриншотов. В кулуарах, давайте следующий вопрос, он будет последний на этот наклад. А окошко для водокопчей сможете протестировать? Так, понял? Ну, вообще, да, удивительно, я бы приз выдал вообще Виталию Липатову, он нашел вообще баг вот. Как вот в этих двух пикселях, видите, на самом деле это на внимательность вставлено. Это в духе, как вот диссертацию вставляют, все равно эту херню никто не будет читать, поэтому сделаем этот, из дерева, к сожалению, спасибо за доклад. К сожалению, спасибо за доклад. Ну что ж, поаплодируем. К сожалению, спасибо за доклад. Отлично. Спасибо.